Межрайонная система водоотведения осуществляет прием, транспортировку и очистку сточных вод сразу нескольких муниципалитетов. Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Пушкино, Ивантеевка и Королев. Их население свыше 700 тысяч человек. Объем же стоков составляет более 250 тысяч кубометров в сутки. Самотечный коллектор Болшева-Щелково входит в число основных элементов системы. Основным же его абонентом является городской округ Королев. Объем стоков составляет от 40 до 80 тысяч кубометров в сутки. Построенный еще в 60-е годы прошлого века, сегодня коллектор крайне нуждается в модернизации. Или если говорить прямо, в замене. Аварийная ситуация в декабре 2022 года тому показатель. Конечный пункт коллектора КНС Соколовская, также входящая в перечень основных элементов системы. Здесь тоже произошла аварийная ситуация. Недопущение на КНС повторной аварии – крайне важный вопрос. Тему подробно обсудили в зале заседания окружного совета депутатов. Проблема была не только городского промышлопа, всего региона, в принципе всей России, по конденсационным коллекторам, которые особенно построены в 60-х годах. Потому что стоки поменялись, естественно, верхний свод коррозируется практически на всех трубопроводах. Для этого мы, со своей стороны, готовим пакет документов, направляем в область для включения в государственную программу. Разбирались и в причинах случившегося на КНС. Неоднократно мы ловили большие объемы мусора, скомканного, нетканных материалов, твердых бытовых отходов, ну и иных поступков. В связи с чем в прошлом году, летом и декабре, дважды проводилось совместное комиссионное обследование городского прокурора, в конденсационных насосных станциях. Было примерно 10 станций обследованы. В ходе этого обследования у нас выявлено, что недостаточно производится механическая очистка на КНС. То есть были обнаружены демонтированные дробилки, а взамен дробилок, мы можем следующий кадр, установлены решетки. Похоже, установка не справляется с тем, что поступает в стоки, а здесь чего только нет. Казалось бы, всему этому не место в канализации, но почему-то оно туда попало. Так, за день сотрудниками водоканала было извлечено порядка 8 тонн мусора из точных вод, пришедших преимущественно из соседнего муниципалитета на КНС Соколовская. В данный момент функционирует временная система, поскольку на КНС ведется реконструкция. Завершить же работы планируется в этом году. От этого, соответственно, возникают проблемы засоров, проблемы с установкой КНС. Вот вы знаете, большая была авария на КНС Соколовская. Это как раз из-за того, что все, что город Королев сливает, это все летит к нам. Пришли к выводу, что острый вопрос необходимо решать сообща, ведь получается, что системой пользуются все, а страдают щелковцы. Последствия – это уже экологическая проблема, то есть создание для жителей прилегающих территорий опасной ситуации. Понятно, что такое огромное количество вещей и отходов, которые попали в канализацию, они же ни оттуда не взялись, ни с крана. В ходе встречи обсудили возможность вступления в государственную программу по модернизации коллектора и других основных элементов системы водоотведения, вопросы законодательного регулирования охраны окружающей среды, формирования экологической культуры у населения. Повестку обсудили депутат Мособлдумы, представители министерства ЖКХ региона, сотрудники администрации Щелкова, депутаты окружного совета, представители Щелковского водоканала, а также водоканала города Королев. Были выработаны резолюции по недопущению повторной аварийной ситуации на КНС Соколовская, а также на коллекторе Болшева-Щелкова. Намечены пути решения. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.